Увидев эти обстоятельства, и жильцы, многие вышли и интересовали, что с нашим домом происходит. Многие стали возмущаться, кто-то сказал, что неплохо, что стену разрисуют, но выяснилось, что никаких законных разрешений, согласований нет. Больше того, когда я, как юрист, объяснил этим молодым людям, что закон жилищный кодис предусматривает работы на общедомовом имуществе только с согласия жильцов, сначала, поскольку это уже неделя почти длится, мне заявили, что согласование с нами было. Я сказал, я жилец этого дома, не было никакого собрания. Тогда они сменили полостинку, и на следующий день новую версию, и продолжали рисовать. Оказывается, мы попросили старших по подъездам собрать это собрание, и вот они это собрали. Я обошел всех, включая ИДИЛС и наши все активистов, и нам было сказано, у нас в доме, к сожалению, вообще нет ни старшего по дому, ни старших по подъездам. И ДИЛС затрудняется работать с нашим домом уже по этой причине. То есть ложь на лжи под лозунгом «Жить не по лжи». Отвратительный цинизм и нарушение действующего законодательства.